Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в очень насыщенный выпуск, который продлится прилично минут. Мы сегодня с вами прогуляемся по Фсолару. Зайдем на рынок, наберем продукты, посмотрим, как здесь устроен этот рынок и какие там цены, и что есть там, что не было в даче. Также сегодня к нам придут гости, мы будем готовить ужин, мы нарядим вместе с вами елку, а еще сходим на пляж на шикарнейший закат. И еще много всего интересного в этом видеоролике, поэтому ставьте лайки, пишите свои комментарии. Если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Также подписывайтесь на наши социальные сети, это Яндекс.Зен, группа ВК, там нас тоже огромное количество. Там выходит совершенно другой контент, чем здесь на ютубе, поэтому очень важно быть подписанным на нас везде, а также в телеграм-каналах. В общем, погнали в новый выпуск. Ну, вон, Мирошка, довольный. Бегай, да, сыночек? Это хоть и не собственный двор, но тем не менее огромный балкон, это тоже большой-большой плюс. Ну, и с таким видом, это, конечно, вау, смотрите, какая красота. Все, такая не совсем погода солнечная, но, по крайней мере, солнышко пытается порваться. Но, судя по мокрому асфальту, точнее, брусчатке, походу, был дождик, но это не точно. Классно, главное, что тепло. С утра, кто чем занимается, я делаю упражнения для спины. Мирошка вот меня поддерживает, Радюшка смотрит какие-то развивающие занятия через Ютуб. У Темки школа, а Настенка нас охраняет, все четко. Ой, вот так вот. Давай присоединяйся. Учудили мы с Настенкой, конечно, положил свои шорты на корзину с грязным бельем. Настенка посчитала, что они грязные, и в итоге закинула стирать, а там были деньги и карты. Как бы за это я не особо переживаю, а вот то, что карта может прийти в негодность под температурой, это возможно. Ладно, сейчас хотя бы последние деньги надо просушить, а потом проверить карту. Занятия закончились, мальчишки сразу, папа, пошли в бассейн. Действительно, да? Три дня уже не было. Какие три дня? Ты вчера, позавчера там был. Ты вчера там был. Вообще-то. Ага, вчера выгоднили. Мальчишек не выгонишь вообще. Да, пацаны? Давайте по сальтушечке, напоследок, давайте. Один, два, три. Пошли. Оу! Оу! Ха-ха-ха! Да. Вернулись мы с бассика. Слушайте, тут гул от дождя, он бьет на теплице и такой звук. Шум такой, как в самолете. Ну так вот, погодка чуть-чуть подпортилась. Но море вообще спокойное. Ни волны, ничего. Вот так вот сушим эти деньги. Которая высохла, отваливается. Видите? Нас очень часто спрашивают, как искать отели, где лучшие цены и вообще как не ошибиться при выборе отеля. Вы можете искать где угодно, на букингах, на каких-то еще платформах. Но самый лучший способ это воспользоваться платформой Hotlook. Hotlook это сервис бронирования отелей со скидками до 60%. Hotlook собирает все данные воедино с таких сервисов, как Booking, Agoda, Hotels, Expedia и так далее. Все в одной базе. Вам не нужно перелистывать туда-сюда различные приложения. Просто заходите на Hotlook и все там есть. Все цены плюс скидки, без скрытых платежей, экономно и надежно. Искать отель через Hotlook лучше, чем напрямую через букинг и другие системы. Но конечно здесь собрано большое количество вариантов бронирования. 252 тысячи отелей, 25 тысяч хостелов, 259 тысяч гостевых домов и 644 тысячи апартаментов. Ссылочку на Hotlook я оставлю в описании под этим видеороликом. Бронируйте себе отели, гостевые дома, апартаменты по самым лучшим ценам. Экономьте свое время. Все есть в одном сервисе Hotlook. Там ссылка. Когда заезжаешь в квартиру, в Турции сразу возникают вопросы, да, как заказывать воду, как заказывать газ, если он не проведен в этот дом. Мы, например, чаще всего снимали именно такие квартиры, где баллон стоит отдельно и газ туда не заведен. Так вот, я вам сейчас немножко расскажу. Как правило, на холодильнике есть магниты. Вот, например, здесь есть магнит с водой и с газом. Есть также доставка. Доставка, еще доставка, еще какие-то различные контакты. То есть, как правило, самый важный контакт, который вам требуется в первые дни, они есть здесь. Ну, типа, вы с дороги приехали, можно сразу заказать воду, можно заказать что-то сразу покушать. И это, конечно, очень удобно. Вот мы, когда заселяемся, на холодильниках всегда есть такие магниты. И вот мы как раз сейчас заказываем воду. Здесь вот самая такая дорогая пинари стоит 19 литров, 44 литра. Ну, я выбрал вот эту пинари, которая по 40. У нас здесь на балконе стоят, значит, вот они пустые баклажечки. Мы сейчас одну отдадим и нам свежую поставят. Так, нам привезли воду. Вот такой вот пузыречек стоит 40 лир. В том году мы покупали такой пузырь за 20 лир. В два раза цены выросли. На все. Почти. Вот так я ее установил. Не знаю, можно ли сказать, что она вписалась в интерьер. Наверное, нет, потому что у нас даже дверь не открывается. Ладно, пусть будет тут стоять. Это, кстати, помпа тоже местная здесь была. Камерошка досыпал. Нам поднялись ребята. Вот так вот. Сначала воду привезли, потом ребят. Это же мы и привезли. А, это вы заказали, да? Красава. А еще Андоха мне подарил вот такой вот бокс из губки. Как ветрозащита. Она, конечно, от самых этих сильных ветров будет очень круто спасать. Но будем тестировать. Голодненькие, бедненькие. Пригорело немножко, Слав. Ну ты помоешься в автодоме, да принесешь потом чисто? Прости, но нет, вода кончилась. Мы же в автодоме с небольшими ресурсами. Ты что понимаешь? Мы приходим в гости, готовим себе еду и уходим. И уходим красиво, да? Слушай, возьмешь сковородку, вот ты же губку свою принес. Вот так вот. Я уже три года ее использую. Дешевая штука. И не эту, не именно эту. Ну пусть эту. Очень классно. Помогает вообще. От всех болезней. Приятного аппетита. Спасибо. Пожалуйста. Все подкрепились, взяли ракетки, мячики. Идем играть в теннис. Вот так. Смотри, в лифт, когда заходишь, смотри, какая полоска на камере образуется. Это не в лифт, когда заходишь. Это здесь американское освещение. Так, здесь вообще такая ситуация, что нужно всегда брать ключик на охране. Поэтому я пошел на охрану. Вот богатые люди живут. Это вообще, представляете, свой теннисный корт. Прикинь, да? Дома вода из крана. Это вообще вот богатые люди. Я поражаюсь, как же. Это тени хухры-мухры. Да, это тени в автодоме возле КП. Но у нас зато свой охранник. Вот так вот. И введено влияние. И при том ваш тоже. Ключи взял. Собственно, здесь джойстики от PlayStation. Потом бильярдные принадлежности. Вот от корта. Это нужно все брать на охране. Но на самом деле это прикольно, потому что не будет такого, что типа кто-то забежит там, что-то испортит и потом, а кто это сделал? А так ты, получается, берешь ключ и ты ответственный. Привет. Дай ключ. Я открою. Вот мы на корте. Сейчас будем разрывать Антоху. Я говорю, подожди, сыночь, сейчас мы сыграем. Куда ты идешь-то? Ты там должен стоять. Слава, сними. Сними мой первый. Давай. Мой первый, да? Мяч захватай. Раз, два, три. Я знаю. Ой. Макс. Давай, 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 давай. Я тут взял. Так. Надо приигрываться. Сейчас, подожди. Сок, отдай мяч. Мы немножко поиграли. Теперь детвора. Давайте, ты неси сты. Мы как следует наигрались. Домой пришли и насисенку вот ужин даже приготовил. Представляете, будем кушать. Да, умница, умница. Так, мы сейчас будем ужинать. Дайдать. В большой компании. Да. Где мой золотой кубок стоит? Ахах. В холодильнике стоит. Ахахах. Так. Золотой кубок, держите, пожалуйста. Это ваш. Нельзя бить. Я готовлю завтрак мальчишкам и кофеечек мне. Представляете, до сих пор спят. Мирошка что-то сбился с режима и вот так вот готов топить. Пол ночи куролесит, не дает спать и надо теперь высыпаться. Будем их ждать, а потом пойдем на рынок. Детвора после завтрака сразу за уроки. Я приготовил завтрак на стенке. Все, сейчас будем кушать. Точнее, они будут уже кушать. Идем на рынок. Мы пошли на рынок, выходим из комплекса. У нас замечательная новость. У нас в конце комплекса будет новогодняя программа. 850 лир человека в нашем здесь ресторане, где мы футбол смотрели. Я знаю, что у нас огромная аудитория из России. И я знаю, что вы так же, как и мы, любите путешествовать по России. А это значит, что в новогодние праздники в январе можно провести с пользой. Отправиться в Сочи, отправиться в Анапу, в наш любимый Геленджик. Так вот, для того, чтобы очень круто пропутешествовать, у нас есть наши авторские гайды. Цена у них всего лишь 490 рублей, а ценность огромная. Там собрано огромное количество информации, лайфхаки, рекомендации, кафе, рестораны, маршруты, туристические и нетуристические места. Приобрести очень просто. Нам нужно просто перейти по ссылочке в описании к этому видеоролику. И заказать себе гайд. Гайд приходит в PDF формате. Вам на электронную почту и навсегда остается с вами. Путешествуйте с легкостью и с удовольствием. Прежде чем попасть нам на рынок, нам нужно снять наличие. Потому что на рынке карты расплачиваться нельзя. Поэтому сейчас бежим до банкомата Азерата. Заодно там в центре походим, а потом уже пойдем на рынок. На рынке нам вообще везет в последнее время. Вот теплицы, куда у нас выходит вид из окна. И, собственно, посмотрите, какой огромный начинается рынок. Вся улица перекрыта. Вот мы сейчас даже, получается, сквозь него немножко и пройдем. Потому что нам нужно центральную улицу Афсалара. И там уже чесать до банкомата. Вот так вот. Смотрите, какие. Вон туда до самого моря уходит. Плюс вот здесь вот крытые навесы. Сейчас покажу и сам посмотрю. О, пожалуйста. Смотрите, как здорово. Огромный-огромный базар. Но мы туда пойдем уже чуть позже. Сейчас сначала нужно денежку. О, вообще красота. Да, и он, знаете, он такой... Учитывая, что крыша высокая, и тут дышать, как говорится, можно. Да, на сцену кричит, это тебе не дача. Да, супер вообще. Причем, смотрите, вот это овощной рынок. Что говоришь? Ну да. Да, какой огромный. Вот после маленького. Ну, все равно вот подесь мандарин и так же. Посмотрим, нам интересно, кстати, сравнить. Но здесь, что бросается в глаза, клубника, да, есть. Ее много. Потому что в даче, например, клубники не было вообще. Интересно, почем она. А вот это вот до моря уходит вещевой рынок. Ну, пойдемте тоже посмотрим. Прям здесь, в общем, куча вещей, носочков. Вот можно даже кроссовочки всякие различные прикупить. О, кстати, колоночки джибелевские, колонки, кофты. Ну, типа фирмовый. О, в евро. Цены, да, такого мы давненько не видели. Кстати, здесь, походу, рынок выставился не полностью. Потому что, видите, такая пустота. А там дальше продолжение. Так, вот зашли во вторую часть. Вот, вот кепку надо. Надо кепку себе купить. А то моя уже все выцвела. Нижняя белишка. Так, что это? Пять евро. Почему-то все в евро. Нет, нам нужны лиры. У нас евро нет. Короче, здесь можно кучу всего купить. Вот, пожалуйста, огромный выбор футбола. На любой вкус и цвет. Вот, пожалуйста, Хьюго Босс. Кстати, красивые. Так, вот есть детская обувь тоже. Всякая разная. Ну, приколенько, прикольненько. В общем, масштабы вы поняли. Вышли. Очень большой вещевой. Прям вот очень большой рынок. Я еще до сих пор вон жду моих. Они все, идут. Идут. Кстати, здесь можно сразу вызвать такси. И куда-нибудь уехать. Ну, типа, если вы, например, без машины. Вот. Может быть, мы, кстати, сейчас так и сделаем. Снимем деньги. А потом до дома доедем на такси. Потому что нам нужно брать телегу. Телегу. У нас есть теперь телега. Во взоре квартиры мы показывали, что у нас есть телега теперь. Она просто здесь была. И мы можем ей пользоваться. Это очень удобно и хорошо. Это возьмем телегу и пойдем на рынок. А перед нами вот уже и море. Видно сейчас. Будем идти по главной уже улице. Такой проезжей. Магистраль такая, которая идет до Алании. От Анталии до Алании. Смотрите, какая милая зеленая машинка. Жук, да, по-моему, называется. Очень красивенькая такая. Как она сохранилась, да? Хорошо. Вот, пожалуйста. Алания Мерсин налево. Манавгат. Анталия направо. Будем двигаться в сторону Анталии. В Авсаларе, конечно, неприкольно то, что море закрыто полностью отелями. Вся береговая линия застроена пятизвездочными отелями. И ты как бы идешь так вот просто по улице. И море ты не видишь. Это, конечно, минус. Например, в Махмутларе по-другому. Ты идешь и наслаждаешься морем. Мы никак не можем дойти. Родион с Мироном сели и сидят. А мы все ждем, да? Пойдемте. Так, Настенка пошла забирать. Мы, собственно, в центре. Здесь вон всякие клиники, магазинчики. Тоже также есть рынки, которые каждодневно работают. Обменники. С этой стороны отели. Шикардосный, прямо на первой линии. Вот, а мы ищем банкомат. Здесь традиционно огромное количество банкоматов. И нам нужен Зират. Карта-то у нас Зиратовская. Снимаем 2000 лир. Этого нам хватит однозначно. Чух. Чух. И карта. Так, мы решили прогуляться по центральным улучшкам Афсалара. Посмотреть, как что здесь. Здесь просто вот эта вот вторая линия, так сказать. Это все бутики. Бутики, так сказать, для туристов. Так, здесь еще где-то есть на площади прям часы стоят. Я их уже на машине видел и хочется туда заглянуть еще раз. По-моему, мы не туда все-таки повернули. Это с соседней улицы. Но ничего, будем идти, значит, пока по этой. И попадем к часам. Кстати, у нас тут еще прикол. Пришла смс ко мне на сим-карту, что 26-го заканчивается моя сим-карта. Соответственно, мы останемся без сим-карты. 27-го у нас ВНЖ. А 25-го у нас заканчивается ввоз на машину. Короче, все разом. Посмотрите, какая крутая арка. Длинная-длинная, из деревьев. Не знаю, как они называются. Но очень здорово. Летом здесь просто класс. Представляете? Тень от вот этих деревьев. Когда летом здесь жара. Гуляйте, здесь вообще очень-очень здорово будет. Ну и слева-справа это просто бутики, магазины, одежда и так далее. И тому подобное. Мы, кстати, как раз выходим непосредственно к часам. Стелла, на ней часы. И вот она прямо перед нами. Вот она, Стелла. Вся увешана камерами. Даже портится как-то ее вид. И часы. 12 часов дня сейчас. Везде брусчаточка. Это, по сути, центров Солара. Сколько? Сейчас уже. А, эти часы неправильно показываются. Вот эти правильно. Да, время сейчас. Час дня. Отойдите с дороги-то. Вы что гуляете? Как эти? Вон всякие ремонты, прокаты, барбары, татуировки. Короче, все здесь. Рыбные магазинчики. Я сюда давай перейдем. Так. Вот, по сути, он такой центр. Небольшой, но, в принципе, дельный. Здесь вот такие небольшие мини-скверы, где можно посидеть, погулять, отдохнуть. Возле ресторанов. И вот, кстати, главный вход. Такая арка. Сюда, в принципе, может доехать на машине, но учитывая у нас, что вот наш комплекс. Вот тут наши прям окна. Мы ногами. Да и вообще мы любим ходить. Берем нашу тележку. Нашу. Нашу тележку. Опа. И идем на рынок. Мы сначала купим, наверное, гизлюме. Перекусим. А потом пойдем уже посмотрим цены. И в каких-то уже палаточках будем брать. Вот здесь прям на входе делают гизлюмехи. Поэтому пойдемте, купим вот так вот по-домашнему. Будем кушать гизлюмеху. Единственное, что Тёмка захотел кукурузу. Поэтому мы взяли кукурузу. Татьяна, попробовал? Вкусно? Да, вкусно. Конечно, вкусно. Кушай, вот же у тебя. Клубничка по 35, по 40, по 50 есть. Помидорки по 12, по 10. Апельсины по 10. Курма по 10. О, какая огромная чучкела. Вот че нужно взять. Да? Как всегда. Так, баклажаны по 13, перец 18. Ну, короче, все стандартно на самом деле. Давай возьмем сразу. Киви, наверное, местный. По 10 мандаринки с веточками вкусные. 100% обычно такие берем. Вот здесь, кстати, авокадо. И оно мягкое. То, что прям, то, что нужно. Вот черрики маленькие. Не, давай сначала картошку. Вот, может, свеклу взять. А, свеклу, давай. Морковка. Давай-давай. Есть. Морковочка. Ой, тут Мирошка-Батошка. Все криком, все криком. Вот ему катить надо обязательно. Так, мы тут куча всего уже набрали. Сейчас надо взять еще апельсинчики. А вот здесь, смотрите, прям экзотика-экзотика. Вот эта штуковина по 70 лир. Так, клубничка. Клубничка по 40. Мироман. Бананчики. Папайю можно взять. Пиви. Набрали просто огромное количество всего. У нас даже не хватило тележки. Часть положили в коляску. Обычно на рынках гранатовый сок продают везде. Ну, прям при тебе делают. Здесь вот сколько мы ходили, не нашли. Настенка говорит сейчас, вот типа в одном месте здесь есть. Она видела. Мы решили вернуться, потому что сок очень сильно хочется. И сейчас прием домой, разложим все и посмотрим, что вышло по деньгам. Представляете, на всем базаре нету гранатового сока. Вот там парнишка говорит, здесь нигде нет. Типа нельзя по какой-то причине. Странно. Можете купить гранаты только целые. А вот сока не найти. Антоха вчера вечером переставил машину, потому что у него под наклоном не работает холодильник. И получается, что встал на другой стороне. Сейчас будем стучать, чай пить, звать. Опа. Давай, Роджин, долбись к нему. Уважаемые дамы и господа. Здравствуйте. Есть оживание? Пойдем чай пить. Чай, а мы сейчас кушать готовим. У нас же автодом там все это, кухня там. А, это автодом? Это автодом. А, похоже просто на десятку, ВАЗ-21 весит. Просто живем на парковках. А, ну я понял. Все понятно. Что там на рынке? Все по 30 рублей? Смотри, сколько мы сухофруктов купили. Спасибо. Ну что, давайте подведем итоги, покажу, что мы купили. Вот такой вот большой стол получился. Здесь картошка, баклажаны, кабачки, цветная капуста, брокколи. Вот такая вот красная капуста, килограмм киви, килограмм клубники, перец, огромная палка, чучкелы, почти на килограмм, кстати, вытянула. Лук, картошка, пару тонн, свекла, морковка, молоденькая редиска, тыква мы очень любим. Это не тыква, кстати, это эти, цукаты, да, называются? Цукаты, да. Бананов, огромная-огромная связка, мандарины тоже пакетик. Вот, все это, ребята, вышло на 785 лир. Здесь вот конвертация будет. Это учитывая еще, что на 150 лир у нас вышла гизлюмеха, то есть наш обед на рынке. Поэтому получается 630, вот это вот все. Рынки здесь прям вот шикарные. Вот кто любит овощи, фрукты, мне кажется, Турция это прям идеально, потому что здесь круглый год можно кушать овощи и фрукты. Давайте с вами вместе соберем нам елочку. Так, вот, совершенно новая. Парам-пам-пам, пойдемте. Будем собирать. Наверное, поставим ее в зале, установим где-нибудь. Возможно, где-нибудь прям по центру, вот тут вот. А давай ее вот тут по центру поставим. Вот так она будет стать по центру. Здесь у нас гирляндочка будет все украшено. Ну, я думаю, вот сюда куда-нибудь. Либо вот сюда, вот в уголок. Не, вы знаете, я думала отодвинуть вот этот ковер вот так вот. Ага. Ну, отодвинуть, сюда поставить, кресло отодвинуть и вот так поставить. А, туда можно туда? Да, конечно, не знаю, солнышко. А, или же это у нас. Ага. Вот, вытаскиваете. Елочка. Елочка, елочка, зеленые иголочки. Папа, искусственная. Конечно, ты что думал, сжимаешь что-то? Опа! 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 Вот, и подставка. Мирошка, нравится? Что ты сделал? Дедуля на рынке продавал, приложу, поболтал такой. Да, знаешь? Вообще, прикинь. Вот он говорит, специи, говорит, виагру, говорит, двери. Викинь. Смотрите, какая елка получилась. Она прикольная в том, что вот она, вот так вот делаются ее веточки. Она будет пышная-пышная сейчас. Но по росту, короче, она выше меня. В принципе, как и заявлено было, 180. Вот здесь она, она 180. Видите, как раз 100. Сейчас мы распрямим, гирлянду повесим. И вот такая у нас будет елочка-елочка. Ну вот, посмотрите, какой промежуточный результат у нас получился. Достаточно неплохая елка. Сейчас надо гирлянду сюда, и будет прям идеально, наверное. А возможно, придется еще немножко игрушек купить, повесить. Мы решили вешать гирлянду, вот нашу автомобильную. Мы ее обычно в кемпингах так ставили, чтобы было светло-красиво. И я думаю, что эта гирляндочка на ней будет смотреться очень-очень хорошо. Ну, сейчас посмотрим. Антоха оставил, значит, нам свою дочь, а сам ушел развлекаться. Так вот, как ты относишься к поступку своего отца? Хорош! Подожди, смотри, мама тебя бросила. Папа тебя бросил. А что, он еще не бросил? Нет, походу, бросил. Нет, вон он. Ах, вон он. Эй, Антоха, ты что-то бросил? Антоха, смотри. Антоха, мама бросила, папа бросил. Вы бросили дочь? Что вы за такие люди? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Идем на закат, надеюсь, сейчас дойдем к морю, полюбуемся. Начали вечерочком погулять, потом перед Антохой будем жарить дома каштаны. Там такой вот у нас сегодня насыщенный денек, ходим, 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 бродим, бродим. Смотри, что хотел сказать, вот в этих вот теплицах, которые, вот эти теплицы, они вообще пустые, а вот в этих вот теплицах растут бананы. Не знаю, правда, почему большие пустые, и вот эти вот большие теплицы, они тоже почему-то пустые, ничего в них не растет. Смотрите, какая классная лестница в доме, и как закрываются окна в этом доме, прикиньте. Бывает такое, это, кстати, старая постройка, сейчас так не строят уже, сейчас вот так строят. А это местные гаражи, вот так выглядят. Где бы мы ни были, Мирошки всегда что-то дадут. Вот сейчас дали чупа-чупс, всегда угощают, да, Мирошенька? Он растет в такой любви от всех людей, да, сынок? Сынок, сынок, ой, это мое, мама, мое. Ё-про-святая, пацаны до трех лет не видели, что такое чупа-чупсы. А ты все подряд не пелишь. Сейчас все равно мама заберет, а попробовать дали, да? Вот он, третий ребенок. Ему все можно. Конечно, здесь вот эта история, что дорога и все застроено отелями, к морю по сути не подойдешь, а вот нам что в один конец километра, что в другой конец километра, это получается вот так вот, видите, идем. Вот у нас уже, можно сказать, закат начинается, а нами еще до перехода, как говорится, идти-идти, не знаю, метров пятьсот, наверное, а потом еще где-то там шарахаться. Но, по крайней мере, видно закат пока что. Будет ли дальше видно, не знаю. Ну, посмотрим. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Ух ты! Смотрите, какой спуск! Вообще мощный! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! И с туннеля мы выходим и сразу же к пляжу. Ой, смотрите, какая красота! Как селит волна! Большая! Отходите. Здесь можно так вот посидеть на лавочках. Смотрите, какие зоны прям отдыха. Вот это свободно, и можно наслаждаться закатом, пожалуйста. Смотрите, как волны накатывают. Слушайте, какое-то кайфа вот! Блин, когда песочек и волны. Ой, красота! Ой, Мирочка прибежал. Мы когда будем купаться в Саваре, я не пойму. Ой-ой-ой. Смотри, как круто! Пустые-пустые пляжи. Эстетичка фэчка. Работает, между прочим. Привет! Привет! Ой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...